Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Рекламно-информационная программа. Здоровый разговор. 13.03 точное время в Екатеринбурге. Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Филиппов. И я с удовольствием представляю в нашей радиостудии Марину Павловну Харитонову, главного врача Свердловской областной стоматологической поликлиники, главного внештатного специалиста стоматолога Министерства здравоохранения. Нет, Уральского федерального округа. А, прошу прощения, Уральского федерального округа доктора медицинских наук. Марина Павловна, добрый день, во-первых. Добрый день. И поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо. Сегодня отмечается День стоматолога. Международный стоматолога сегодня отмечается. И я думаю, что нам нужно начать с поздравления стоматологов. Ваших коллег. Да, моих коллег и города Екатеринбурга, и Свердловской области, и Уральского федерального округа. Это такой праздник, который уже стал традиционным. Мы раньше его не очень воспринимали. Сейчас мы уже как бы даже к нему там готовимся, подводим итоги, поздравляем друг друга. Поэтому я всех поздравляю и желаю здоровья, желаю профессиональных достижений, профессионального роста, профессиональных желаний. Так, чтобы наша специальность продолжала быть самой передовой среди медицинских специальностей. Мы с вами за эфиром говорили, да, по поводу международных отношений вообще, в том, что касается стоматологии. Но поговорим еще об этом. Вернемся к этому вопросу обязательно. Смотрите, вопрос такой. Сегодня буквально видел объявление, ну, мы получаем рассылки от некоторых порталов, которые занимаются там вакансиями, работой и так далее, что ищут стоматолога на зарплату в 500 тысяч рублей. И мы такие, ну, кстати, это не единственный медицинский специалист, не единственный специалист, на который ищут на такие деньги, но это прямо очень хорошо. Престиж работы стоматологами. А что вы здесь увидели хорошего? Здесь ведь надо сначала понять, кто дает такие объявления, а не кто на такие объявления приходит. Но тем не менее, насколько я помню, еще с советских времен, знаете, так сложилось. Да не вспоминайте, не вспоминайте. Нет у нас уже. Престижно было. Нет, престижно, да. Престижно-престижно. Престижно, но это сейчас не одна из самых престижных медицинских специальностей. В былые времена, как бы было три специальности таких приоритетных на лечебном факультете гинекологии и урологии, а потом появился вот стоматологический факультет в 76-м году и стала еще таким престижным. Это стоматологическая специальность. Насколько сейчас специальность востребована среди... Ну, вы же все равно... Востребована. Получаете молодых врачей, которые у вас, наверное, на практику проходят в том числе. Ну, вот если бы мы их получали, было бы, конечно, хорошо, они как-то куда-то все деваются. Мало приходят в государственные структуры, я бы не сказала, что они прямо вот десятками идут в частные структуры. Кто-то не работает по специальности совсем, поэтому кто-то там сразу уходит в декрет и сидит с детьми. Разные условия у всех. Но стоматологическая специальность, она востребована стоматологами Свердловской области, не укомплектована. У нас большая нехватка стоматологов. Это понятно, что не в Екатеринбурге, а на территории Свердловской области. Большая проблема с кадрами, я думаю, что и у частных структур. Поэтому, несмотря уже на 40, в 81 году был первый выпуск. Я, кстати, первый выпуск стоматологического факультета. Это вот, значит, прошло сколько там, пошел 42-й год. Даже если будем считать, что в среднем каждый год выпускалось по 100 человек. Но дело в том, что еще существует и естественная, так скажем, отбор, и пенсия, и уход. Вот, ну, как бы не хотелось праздник говорить о печальном, но, тем не менее, люди умирают, люди уходят на пенсию. Поэтому 100 человек, это, кстати, была такая минимально просчитанная сумма, которая, вернее, численность стоматологов, которая ежегодно нужна в Свердловской области. Но вот, к сожалению, а не к сожалению, может быть, и к радости большое количество частных структур немножко эту цифру снизило. И нас стало недостаточно. Недостаточно. Это интересно. Хорошо. Насколько шагнула стоматология с советских времен? Насколько вперед шагнула? Она не шагнула, она улетела. То есть настолько серьезная подразия. Причем на ракете. Расскажите, пожалуйста, то есть это включает в себя что? Технологии, технику, подходы? Технологии, материально-техническое обеспечение, технологии, взаимосвязанные процессы, уровень подготовки специалистов, уровень постоянного повышения профессионального образования, возможность общаться со стоматологами других стран, чего там раньше не было. То есть очень много таких моментов, которые способствовали такому, особенно вот в 90-е годы, вообще безумно резкому скачку в области стоматологии. И поэтому вот уже где-то к 2000 году все технологии такие уже вообще несравнимые с советскими были. И как-то стоматология с 2000 года, она стала такой прямо на очень высоком уровне, на уровне Европы. Потом она, как я уже говорила в прошлой передаче, наши стоматологи, они лучшие в мире однозначно. Вы серьезно говорите? Я это говорю серьезно, однозначно. То есть уровень, те, кто любит свою специальность, те, кто в своей специальности постоянно растет, учится, принимает много пациентов, у нас очень хорошее оборудование, возможности купить это оборудование. Поэтому я считаю, что совершенно однозначно и серьезно, что отечественная стоматология, она на очень высоком уровне. Какое-то время назад, ну достаточно давно, знакомые американцы, которые, например, общались с россиянами здесь, говорили, почему у русских такие плохие зубы. Потом эти разговоры как-то прекратились, да? А потом появились американцы, которые сюда приезжали лечить зубы, потому что это было вчетверо дешевле. Но вы утверждаете, что не только дешевле, но и качественнее. Ну, дело в том, что у россиян, может быть, зубы и на сегодняшний день не очень хорошие в определенной возрастной категории. Это та категория людей, которые начинали лечиться в советское время, когда на самом деле было, может быть, не все очень хорошо в плане качества оказания стоматологической помощи. Ну, а молодежь на сегодняшний день, она, конечно, уже совершенно другая, и их полость рта, она уже несравнима с полостью рта, так скажем, этого же возраста в советское время. Но про американцев все приезжают по нескольким причинам. Приезжают по причине цены, ну и приезжают по причине качества. Разные подходы в лечении у американцев, более, так скажем, приемлемо лечение такое радикальное, которое резко, редко приходится применять, это радикальный метод лечения, а именно удаление зуба, потому что все-таки они связаны со страховкой, очень внимательно к этому процессу относятся. Два раза в год они там ходят к стоматологу. А если ты раз, это то, что я тоже постоянно повторяю, раз в полгода, если приходить к стоматологу в Америке, в Европе, в Екатеринбурге, где угодно, то кариозный процесс на зубе, даже если он начал формироваться, то он глубже среднего кариеса все равно не будет. И это всегда будет стопроцентное выздоровление этого зуба, как человеческого органа. Это не безумная даже цена, если речь идет о платных услугах, не говоря о том, что эту помощь можно получить бесплатно. Поэтому вот этот мой призыв, что два раза в год надо ходить к стоматологу, тогда все будет быстро, не больно, беленько. И то, что хотят пациенты, это такие три критерия. Это всегда будет именно так. А если, конечно, к стоматологу появляться уже, когда что-то заболит или там раз в пять лет, ну, чудес на свете не бывает. Ну да. Про методы лечения мы с вами еще поговорим. Ну, для меня, например, одним из показателей того, что у нас собирательно, у нас в артах стало лучше, простите меня, да, является то, что люди обратили внимание и на эстетическую сторону. То есть начали устанавливать... Да, поняли значимость улыбки. Улыбка, прежде всего, должна быть здоровой, потом она должна быть ровной, потом она должна быть белоснежной. Значит, конечно, это на самом деле очень важно. Это позволяет, особенно вот у молодежи, все же прекрасно понимают, что полость рта, но она должна быть здоровой, не должно быть запаха из полости рта, зубы не должны быть поражены кариесом, там, измененными уже в цвете. Это уже как бы все понимают, но вот почему-то понимают, но все равно запускают. Но сейчас стараются, сейчас очень много методик, на самом деле, направленных на чистую эстетику. Это то, что называется винирами, даже если эти зубы абсолютно здоровы. То есть много сейчас желающих получить именно вот такую услугу эстетической стоматологии, но это говорит о том, что все-таки мотивация к стоматологическому здоровью у наших людей, российских и екатеринбургских жителей, все-таки повышается. Я-то говорю еще про методы исправления зубов. А, это ортодонты, конечно, методики в ортодонте, они, я уже не помню, сколько лет, ну, 20 лет, наверное, точно, а может и больше, они сейчас на меня обидятся. Брекет-системы, когда появились, да, и они, уже не было ограничений для взрослых людей, и, конечно, те люди, которые поняли значимость вот такой вот красивой ровной улыбки, те сразу еще 25 лет назад стали это все исправлять. Хотя сейчас современные брекеты, их сейчас очень много разновидностей, и разного цвета, и разной формы. Я не могу сказать, что мода упала. Тут ведь брекеты, это же не только эстетика, и далеко не только эстетика, потому что люди, у которых неправильный прикус, они не могут правильно и качественно пережевывать пищу, у них нарушено там дыхание, там очень много развивается заболеваний, связанных с неправильным прикусом. Но эстетика, это уже какие-то у человека и психологические моменты работают, когда он чувствует, что у него там где-то что-то неровное, ему хочется ровно. Поэтому ортодонтия, да, она эстетическая, но она все-таки, это лечебная процедура, в первую очередь. Продолжим наш разговор про стоматологию. И напомню, что сегодня отмечается Международный день стоматолога. Разговор мы продолжим наш с Мариной Павловной Хариториновой, главным врачом Свердловской областной стоматологической клиники. Совсем скоро не переключайтесь. Здоровый разговор. Международный день стоматолога мы сегодня отмечаем вместе с Мариной Павловной Харитоновой, главным внештатным специалистом, стоматологом Уральского федерального округа, главным врачом Свердловской областной стоматологической клиники, доктора медицинских наук. Приходит благодарность врачам конкретно у нас. Хочу передать привет моему врачу, стоматологу Олегу Николаевичу, который меня всегда избавляет от той боли, когда свет белый гаснет и хочется лезть на деревья в моей аяте. Это вот пишет Константин. Но это уже запущенные случаи, как мы понимаем. Ну да, это плохо, что он спасает. Лучше бы он профилактировал. Давайте о качестве поговорим. Вот я тут буквально на днях видел рекламу на одном из порталов. Все зубы там делаем за один день. Улыбка и все такое. Такое возможно вообще? Ну, все же зависит от объема процесса в полости рта. От исподобного состояния. Да, можно сделать за час, можно сделать за день. Но то, что сейчас есть такие технологии, что вы можете сесть в кресло к стоматологу, вам удалят, там, предположим, 7, 8, 10 зубов, сразу же введут там по 6 имплантата на верхнюю челюсть, на нижнюю челюсть, тут же вам наденут, изготовят съемные протезы, зафиксируют их на имплантаты, и вы пойдете домой уже как бы... И это реально возможно в течение дня сделать? Это реально возможно в течение дня. Понятно. И это уже не суперновая технология. А что суперновыми технологиями является сейчас? Ну, к сожалению, совсем супер-супер, вот чтобы вот так радикально поменялась стоматология, в последнее время не наблюдается. А может и к счастью? Ну, может быть и к счастью. Все-таки я считаю, что такой пик глобальный случился тогда, тогда, когда появился светополимерный пломбировочный материал, например, да, когда появились вот эти вот костнозамещающие операции при операциях имплантации. Вот какие-то такие вещи. Имплантация-то тоже совершенно так как бы не новая, она там в 80-х годах уже были имплантаты. То есть вот такого, чтобы сейчас появился какой-то вообще волшебный пломбировочный материал, такого уже давно не было. Чтобы появились какие-то самовкручивающиеся, я не знаю, имплантаты, такого тоже нет. Брекет-системы, просто разнообразие тех же брекет-систем, систем имплантации, оно как бы с каждым годом развивается. То появляется там какая-нибудь мулечка для ортопедов, то там появляется какая-то мулечка для лучшего, как говорят пациенты, приживления имплантатов в кости. Но вот глобального ничего такого не случилось. Насчёт костно-замещающей технологии. Это когда толщины собственной костной ткани не хватает? Да-да-да. Есть возможность её наращивать? Да-да-да. Есть, значит, восстановить необходимую высоту разными технологиями. Мы уж не будем сейчас в День стоматолога такие страсти рассказывать, откуда берётся. Но это совершенно не такая, не страшная такая вот безболезненная процедура. Это просто процедура, да. Может быть, это делается не каждый день, а каждый час. Но это делается достаточно часто. Вот когда-то считалась там операция синус-лифтинг, это что-то такое, когда поднимается одно и то же гаймаровой пазухи, когда не хватает там одного-двух миллиметров для имплантации. Тоже это было ой-ой-ой, как пациенты всё это переживали. Да ну, да куда там. А сейчас уже реакция, ну, хорошо, давайте синус-лифтинг. Давайте делаем. Да, вот. Может быть, это… Психологически у пациента трудно иногда воспринимают наши процедуры, наши манипуляции, наши предложения воспринимают иногда в штыки. Некоторые бьются до последнего за свои зубы. Нет, мы не будем вот так делать, мы не будем вот так вот делать. Просто есть такие методики, так скажем, сохранности ротовой полости, которые не по выбору пациента, естественно, это происходит, а есть клинические показания как для такой методики, так и для другой методики. Может быть, и там у них цена будет разная, но, как правило, при таком выборе конечный результат бывает разный. То есть, да, можно, ну, например, операцию имплантации не сразу сделать после удалённого только что зуба или хотя бы через полгода, как его удалили, а вот я вот так вот похожу. Я вот так похожу, потом прошло какое-то время, пять лет прошло, да очень было хорошо, я даже не замечала, что у меня нет зуба, а вот сейчас вот посмотрите, у меня вот этот зуб наклонился, вот, и сейчас уже получается другая история. То есть, зуб наклонился рядом стоящий, потому что ему было место, теперь с этим зубом тоже нужно решать проблему, всё-таки надо делать имплантацию, а если мы её не сделаем, то тогда только съёмный протез. То есть, всё надо делать вовремя. Вовремя и лучше всё сделать быстро. А не придумывать себе, то есть, всё равно пациенты не до конца знают наши возможности и наш прогноз, и поэтому вот это вот ухождение по клиникам для того, чтобы кто-то где-то сделал так, как хочется пациенту, это не совсем правильно. У нас вопрос, который поступил на WhatsApp, плюс семь девятьсот пятьдесят три, три восемь пять, ноль девять, два три. Вот с языка буквально сняли. Научились ли выращивать, ну, пишут искусственные зубы, а вообще зубы? Научились на крысах. Давно. Эта технология к человеку когда-нибудь придёт, как вам кажется? Мне как стоматологу как-то не очень хочется оставаться без работы. Это понятно, это понятно. Поэтому, конечно, говорить, что ура-ура, это скоро придёт, нет, я не думаю, что это скоро. Не будет массово. Нет, во-первых, это не скоро, не массово. Нужно понимать, что зуб, собственно говоря, это же не просто вырастить зуб, чтобы была эмаль, там был дентин. Каждый зуб, например, вот три корня на зубе. В каждой из этих корней, из той кости, в которой он сидит, это называется альвеолярно-атроза, в каждой из трёх входит ниточка артериальная, ниточка венозная, ниточка нервного окончания, ниточка лимфатическая. Понимаете? То есть это же не просто вырастить, его потом как-то надо посадить в эту лунку, собственно говоря, и так сделать, чтобы он каким-то образом вдруг появилась вот эта вот вся система кровообращения, иннервации. Проще с имплантацией, да, получается? Естественно. Чтобы восстановить. Насколько далеко шагнули материалы, ну, препараты для обезболивания, для анестезии? Ну, они давно уже шагнули, и сейчас уже просто модификация того, что имеется от разных производителей с разными названиями. Наши анестетики, они очень эффективны. И есть анестетики там с пациентами, которые страдают сердечно-сосудистой патологией, и там, предположим, для беременных женщин, ещё для каких-то ситуаций. Анестетики в стоматологии, они все очень эффективны. Ну, согласитесь, что это... Остановка безболезненна. Что это сильно продвинуло качество помощи, потому что люди просто перестали бояться. Ну, вот я 20 лет уже, и что-то все продолжают как-то бояться. Все вопросы вот это вот, а у вас больно? Ну, вот откуда это? Это вот у нас что, как бы на генетическом уровне передаётся вот этот страх? Возможно, возможно, да. Как вы относитесь, кстати, к достаточно большое количество предложений есть сейчас под общим наркозом, всё вылечим, раз, два... Ой, не хочу говорить на эту тему. Ну, она такая очень болезненная. В каком плане? Нужно понимать, что, во-первых, лечение под общим обезболиванием, оно показано определённой категории пациентов. Это люди, страдающие тяжёлыми общими заболеваниями, ДЦП плюсом к этому, плюс какие-то такие, ну, посттравматические заболевания, которые есть у людей. То есть это не та процедура и не та методика, которую можно делать всем подряд. Потому что есть золотое правило. Наркоз не должен быть опаснее самого заболевания. Вот в данном случае наркоз опаснее самого заболевания. Потом лечение под общим обезболиванием, нужно понимать, что как бы вот без рентгена, бесконтрольно. Потом наши же манипуляции, пломбирование корневых каналов, это же не быстрая процедура. Вы же не будете целый день лежать под этим наркозом. А если, не дай бог, какая-нибудь там неудача, предположим, в корневом канале, ответ на это реакции, ведь от пациента нет, всё равно пациент потом проснётся, и всё это придётся там что-то корректировать и делать всё равно уже без общего обезболивания. И вы же не будете каждый зуб с пломбированием корневых каналов каждый раз делать под общим наркозом. Но потом общий наркоз, вы правильно совершенно говорите, не сильно полезен. Это достаточно опасная процедура. Ведь у нас все осложнения и не очень приятные случаи, связанные с лечением под общим обезболиванием, они же не, эти летальные исходы не из-за стоматологических технологий, не из-за врача-стоматолога. Это просто реакция вот как раз на общее обезболивание. Ну, не хочется, давайте мы всё-таки на позитивной ноте закончим. Вот-вот-вот, в честь праздника хотелось бы. В честь праздника, да. Во-первых, Международный день стоматолога. Мы поняли, вот Марина Павловна Харитонова утверждает, что наши лучше всех, наши стоматологи. Вообще лучше всех. И Свердловские ничуть не хуже, чем... Они вообще самые лучшие. Ну, отлично. Какое-то пожелание пациентам и врачам, вашим коллегам? Я хочу, чтобы все пациенты поняли, что зубы – это не дополнение к ложке и вилке, что полость рта – это не только больные зубы, что полость рта – это и онкология, это и заболевание парадонта. Там целый букет разнообразных заболеваний, которые могут ухудшить ваше общее здоровье, повлиять на качество вашей жизни. Поэтому должно быть уже, я не знаю, стоявшееся, смотивированное желание быть стоматологически здоровым человеком. Потому что от полости рта начинается очень... Работа очень многих систем в организме. Ну и потом улыбка всё-таки открывает много дверей, как мы с вами знаем. Здоровая улыбка открывает. Здоровая улыбка и красивая. Марина Павловна Харитонова, главный врач Свердловской областной стоматологической поликлиники, главный специалист-стоматолог Уральского федерального округа с нами. Не переключайтесь. Здоровый разговор Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.